Добрые ранницы! Выглядите информационный выпуск телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Игнатенко. Президент краины Александр Лукашенко разглядит кадровые пытания. У приватности он даёт сгоду на призначение старшинёй Лельчицка Гарайвы-Канкама Анатолия Гапоніка, Лоевского Гарайвы-Канкама Сергея Дмитрова, ректором Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны Сергея Хахомова. До початку пятого Усебеларусского народного сходу застаётся полтора тыдни. На этом форуме Гомельскую область представить 350 человек. 31% делегатов – жанчины. Загульной колькости удельников – 25% депутаты мясцовых советов. Практично кожный пятый – представник социально-культурной сферы, адукации и аховы здоровья. 8,5% – инженерно-техничные работники. Коля восьми – представники вёски. Олег Синцеров устрелся с некоторыми делегатами. Кожный делегат пятого Усебеларусского – специалист у своей сферы, а тому усе разом они могут принимать решения по любых пытаниях социально-экономичного развития державы. Для того, что делегация Гомельской области – это ещё с получением молодости и опыта у взрослых денег от нашего региона от 20 до 85-ти годов. Сегодня действительно то, что достигнуто в Республике Беларусь системе здравоохранения. В организации медицинской помощи оно признано во всём мире, но нам нельзя останавливаться, оно достигнуто. И нужно двигаться вперёд, развивать те технологии, которые сегодня существуют в мире. Поэтому, конечно, первоочередная задача – это обсудить вопросы доступности к качеству медицинской помощи и дальнейшее её развитие. Я сообщил сказать на пятом усебеларусским народном сходе и представникам агропромыслового комплекса. За опыта 7-8 годов этот сектор зарабил значный круг наперед, что дозволило нас праве казать об харчовой беспецы краины. А про чатаго сегодня АПК ещё и экспортно-ориентованная галина, дякуючая, кой Беларусь что год отрымливает миллиарды долларов. Разом с этим делегаты от Гомельской области кажут об беражливости и необходимости больше рационального расходования сродков. Плюс больше уважливо подходит до процесса реформования, особливо, когда у господарка высокие вытворчие покажщики изусим недредная середняя зарплата. У колгаси 50 год Костричника Реческого района за пошли месяц и она склала, например, 8 миллионов 200 тысяч рублей. Меня особенно интересует, почему должны реформировать колхозы, которые успешно работают, почему им предлагают другую форму работы. Если хозяйство ведёт работу на уровне, своевременно платит зарплату достойную, рассчитывается по всем платежам с государством, с банками и ведёт расширенное воспроизводство, по-видимому, слово «колхоз» – это историческая форма собственности, она обязательно должна остаться, если не массово, то никогда она не должна исчезнуть. Олег Синчеров, Валерий Копанько, Евгений Макеенко, Таля Радо и компания «Гомель». Каля сотні представников сферы адукации з усёй в области сустреліся у «Гомели» на што-годовой нарадзе по пытаннях приёму и працу латкованні выпускников середнеспецияльных и профессийно-технічных установ адукации. Сустреча отбылась у Гомельским колледже народных мастацких промыслах. Приёмные комиссии во установах такого типу почнуть працу 15-го червеня, а завершать 20-го жнивня. На сустрече у «Гомели» простойники сферы адукации обмерковали нормативные пытанни проведения приёму, позначили задачи на будущий навучальный год и подвели выники минулого. Так, у 2015-м надзённую форму навучания во установы середнеспецияльной и профессийно-технічной адукации в области было принято больше, как 5000 человек. Самыми популярными у абитуриента у тады были Гомельский лицей машинобудавання, колледж народных мастацких промыслах и лицей чагуночного транспорта. У их на некоторые специальности конкурс складал больше, как 2 человеки на место. Дареча, в наступном годе спис специальностей пополнится новыми. У Гомельской области у першыню почнуть рыхтовать агентов по забеспеченні, повара у дитячого харчавання, оператора у компьютерной графики и монтировщика у шиномонтажных муфт. Некоторые из этих специальностей стали новыми не только для Гомельской системы эдукации, але и для беларускай вогуле. Учебное заведение, где на момент 20 августа не будет закрыт на прием, будет осуществлено продление приема в соответствии с законодательством до 15 сентября. Ну и тогда уже можно четко говорить о каких-то наибольших спросах и тех специальностей, которые, к сожалению, возможно, будут невостреблены. Но мы, конечно, надеемся на стопроцентное выполнение плана приема. Сегодня у Гомельским областным громадско-культурным центра отбудется урочистый сход, присвеченный Дню медицинских работников. У делу им примуть представники установа ховы здоровья и эдукации медицинского профиля Гомельщины. По традиции работникам, которые унесли значную кладу развития Галины, уручать гоноровые грамоты и подяки. А на сцене выступить эстрадный оркестр Гомельской областной филармонии. Подробности мероприемства глядите в наших наступных выпусках. Студентство – час для одних вольный и за выключением сессии навод бесклапотный. Для других надворот напружены и насыщены абсолютно дорослыми справами. Размова об молодых предприимальниках. Их на Гомельщине становится все больше. И начинают молодые люди часто не с пошуку капиталу, а с распроцовки незвычайной бизнес-идеи. Со студентками, которые придумали незвычайные шкляночки для кавы, сострелся наш корреспондент Марина Северьянова. На первый взгляд, это просто шклянки. Незвычайностью тем, что их можно съесть. Авторы уникального для нашей страны бизнес-проекту – студентки Белдяж Университета Транспорту. Вот это, я думаю, шклянки спекли специально для нас. Но одна справа – помацать их, понюхать, разглядеть. И совсем другая решится съесть. Сегодня самым голодным и смелым оказался мой коллега, Явген Поболовец. Пробуй. Ну, как? Смешно. Ну, вот, что и потребовалось доказать. Здявить, задоволить, заработать. Хочу и за все, это смест и мета любой новой справы. Предпринимательской особливо. Что это значит? Здявить уникальностью товару альбо послуги, задоволить коштом, а заработать – ну, это и так зрозумело. Любый бизнес может лечиться удалым только при его монетизации. Это значит окупность и прибытковость. Своими покупниками девчонки бачат студентов, а так само организаторов детских святов. В начале учебного года нам нужно было сделать экологический проект. Вообще, конечно, идей было очень много, но мы остановились на идее создания съедобных стаканчиков. Ведь это и вкусно, и чисто. Ну, конечно, этим мы не открыли Америку, ведь создание съедобной посуды – это не новая идея. Но ранее это была просто впечатляющая инсталляция, не претендующая на массовое производство. С этим проектом девчонки приняли уделу в Международном чемпионате молодь в предпринимательстве, где заняли третье место сярод двух десятков команд с Беларуси, России и Украины. Новая задача, чтобы реализация бизнес-проекта начала приносить гроши. Сейчас для этого треба около 20 миллионов рублей. Таких грошей у молодых предпринимательников по кульняма. Кажут, подпрацовку знайсти вельми складана. У батьков займать соромно. Застается отшакать инвестора. Девчонки обязают, что раз в 8 месяцев можно будет отримать 10 миллионов чистого прибытку. Хотелось бы создать и свой сайт, и свой фирменный магазин, но это все видится в будущем. Также мы хотели расширить свой ассортимент, потому что это далеко не вся съедобная посуда, которая может быть представлена у нас на рынке. Это может быть и какие-то тарелки из овощной какой-то бумаги. Это очень многое, очень интересно. И очень перспективно. Это ниша свободна в Республике Беларусь. Отличительной чертой нашего стартапа является его уникальность и новизна в Республике Беларусь. Ну и не только в Республике Беларусь, в странах СНГ. Уже зараз свою поддержку креативным девчонкам оказывает Гумельская бизнес-школа ИПМ. И это тучится не только развитие своей справы. Первый заказ на выработку незвычайных ядомых шкляночек поступил Миновит Аттуль. Мы видим здесь какую-то фишку для ресторана. Именно ресторана высокой наценочной категории. Можно прийти этим девочкам к рестораторам и сказать о том, что вот у нас есть такое-то производство, мы хотим это выпускать. И на базе какого-нибудь ресторана сделать как элемент. Это идея реализуемая и она будет окупаться еще. Причем даже не с тем размером, который, говорят они, они немного выше. Марина Северьянова, Максим Славян, Телеры, Докампания Гумель. Для большинства школьников и студентов лето ассоциируется с отпочинком, подорожами и массой новых ураженев. Али есть и ты, для кого в этот час одиная макшимость подпрацовки. Працовный семестр у самом разгары. Де формируют студентские отрады и де больше за все платят. Отрады, яких профилей працуют в регионе, и те все жадающие могут стать их удельниками. Про это не только подзаговорка у черговым выпуску программы «Добрый вечер Гумель», а так само, как створить максимальный комфорт и утульность у своей просторы, при этом прикладываючи минимальные намаганные сродки. Про что не варто забывать у погони за практичностью? И какой он эксклюзивный дизайн интерьеру? На это и другие вопросы откажут творческие гости студии по другим блоку программы. Глядите «Добрый вечер Гумель» сегодня у 19.30 на телеканале Беларусь 4. Автопробегом на ретро-автомобилях означали в 85-ти годы энергетичные системы супрационники предприемства «Гумель Энерха». У святочной подорожей не накировались по маршруте «Гумель-Чачерск-Корма». Долучилась до пробега и наша сдымочная группа. Форму празднования юбилея в виде автопробега выбрали не случайно. Увлечение ретро-автомобилями – корпоративное хобби энергетиков. Все машины, а это 15 единиц – личная собственность работников предприятий энергокомплекса. Уже пятый год подряд они отправляются автоколонной по регионам Гумельской области. В этом году посещают Чачерское корму. Выбор места всегда не случайен. В этом году 30-летие Чернобырской трагедии. И, как правило, мы выбираем такие районы, которые наиболее пострадали от этой трагедии. Официальный повод для автопробега – 85-летие энергосистемы Беларуси. Но сами участники более важной называют 75-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Поэтому в каждом пункте пробега сначала посещение знаковых мест, связанных с памятью участников войны. Чачерские цветы возлагают к монументу погибшим Великой Отечественной солдатам и партизанам. Тут же вручают подарок для местной спортивной школы – комплект татами. Подарок очень щедрый, потому как на сегодняшний день комплект татами – оно очень дорогостоящее. И сами мы не в силах, не можем себе позволить купить комплект татами. И вот благодаря Гомель Белэнерго, их руководителю Сергею Олеговичу, еще раз вам большое спасибо, они пошли нам навстречу и приобрели целый комплект татами для наших воспитанников. Гомельские энергетики памяти Великой Отечественной войне чтут особо. На предприятии даже есть свой военно-исторический клуб. Он носит название 53-й мотострелковой бригады НКВД. И призван сохранить память о вкладе гомельских милиционеров в Великое Дело Победы. 53-й мотострелковый полк НКВД он формировался в Гомеле. В Чонках его база была. Он принимал активное участие в обороне города Гомеля. Он был базой для создания групп, на базе которых после создавались партизанские отряды по всей нашей стране. Проезд автоколонны по Чечерску буквально парализует в городе движение, как автомобильное, так и пешеходное. Такое зрелище здесь видят нечасто. Автоколонна тем временем направляется в корму. Здесь еще один митинг на Аллее Славы и возложение цветов к мемориалу памяти, отселенных в результате аварии на ЧАЭС-деревень. После концерт на главной площади города, который еще раз подтверждает энергетики, люди талантливые и многосторонние. Участники заслуженного любительского коллектива «Скарбонка» гомельских теплосетей и поют, и танцуют, и стихи читают. И все на высоком профессиональном уровне. С концертами они объехали не только всю Беларусь, но побывали и за границей. В корме также не обошлось без благотворительности. Ветеранам Великой Отечественной вручили подарки, а для многодетных семей подготовили сертификат на 20 миллионов рублей. Вся социальная активность энергетиков проходит под патронатом Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, электротехнической и топливной промышленности. Это один из главных организаторов акции. Мы вручаем подарки ветеранам Великой Отечественной. Мы отдаем дань ветеранам войны, возлагаем цветы воинским захоронениям. Мы будем говорить следуем тому девизу, который появился или возник на седьмом съезде Федерации профсоюзов. Мы вместе. Автопробег в очередной раз доказал, что энергетики способны принести в наши дома не только свет и тепло, но еще и праздник. Для самих же работников Гомеля Энерго это еще одна возможность укрепить командный дух. Главное сплочение коллектива, энергетического коллектива. Поскольку от того, насколько надежный коллектив, такое и надежное энергообеспечение всего нашего народного хозяйства, нашего реального сектора экономики. Анастасия Кучинская, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Чечерский Кармянский районы. Выглядели ранешний информационный выпуск телерадио компании «Гомель» у студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги ожидаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин